Привет, Лили. В результате мы имеем разногласия борода, с террористами из сети Хакани, расползающиеся по стране слухи об отсутствии реального авторитета у главы Исламского Эмирата Афганистан Хайбатулы Ахундзада и многое другое. К тому же в ряде СМИ и в Твиттер появились сообщения о том, что мулы борода ранее было во время визита министра иностранных дел Катара в Кабул. До сих пор неясно, живы Бородар и Ахундзада или мертвы. Если все-таки живы, то тот факт, что их непродолжительное отсутствие в публичном пространстве сразу породило панику и слухи о внутриусобном конфликте, свидетельствует о реальном отношении к Талибану как в мире, так и внутри Афганистана. Ну а если их действительно убили, то все гораздо хуже, чем можно себе представить. И тогда России, Европе, Китаю и остальным странам следует крепко задуматься, а стоит ли вообще признавать легитимность талибов и устанавливать с ними дипломатические и прочие отношения. В общем и целом, в происходящем нет ничего необычного. В Афганистане постоянно идет межклоновая и межплеменная война. Поэтому, когда пропадает внешний враг, афганцы начинают воевать друг против друга. Ряд экспертов также указывает на пакистанский фактор. А именно, что какая-то часть талибана напрямую контролируется Исламабадом, а какая-то более самостоятельна. Если принимать к сведению то, что среди радикального движения есть и чисто пакистанские отряды, люди, которые даже не говорят на местных языках, только на Урду, можно сделать вывод, что Пакистан явно намерен усиливать влияние на Афганистан. И в таком случае военачальники талибы из числа афганских пуштунов были бы помехой.